Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Даниэль недавно закончил учиться. В руках у него был диплом, что он архитектор. И, конечно, у Даниэля в голове были проекты на совершенно необычные здания, дворцы, мосты. И Даниэль ждал, что заказы посыпятся ему на голову. Видел себя на обложках, глянцевых журналах. Но заказы не спешили сыпаться ему на голову. Даниэль помыкался два года на очень маленьких заказах, проектах. И, в конце концов, решил обратиться к своему дяде, к старшему брату своего отца. Дядя был в очень преклонных годах, очень известный бизнесмен. И у него был очень большой круг знакомств. И когда Даниэль пришел к своему дяде, он ему рассказал про свои мытарства. И попросил помощи, если дядя может найти ему какой-то хороший проект. Дядя обещал помочь. И вот спустя неделю он ему позвонил, сказал, что он ждет его у себя в кабинете на 20 этаже своего миссара, своей конторы. И Даниэль, придя к дяде, получил на стол папку. Дядя говорит, вот тут проект, заказ на виллу в очень престижном районе. Вилла должна быть двухэтажная, пять спален, параметры, нужно ее вписать красиво в ландшафт, бассейн. И, конечно же, финансовые возможности неограниченные, можно использовать самые лучшие, самые дорогие средства, материалы и так далее. Даниэль удивился, восхитился и сказал, дядя, откуда такой проект? Дядя сказал, я скажу тебе по секрету. Я хочу, чтобы ты сделал виллу для меня. Я устал, я хочу выйти. Давно уже я могу себе позволить не работать. И я устал жить на таком высоком этаже. Я хочу на землю, я хочу, чтобы у меня был красивый сад, бассейн и так далее. Сколько там лет осталось мне, сколько осталось, столько осталось. Я проживу, хочу прожить на лоне природы в красивом саду вилла. Даниэль очень удивился, что это заказ дяди. Дядя сказал, учти, если ты мне сделаешь хорошую, красивую виллу, люди увидят, как ты строишь. И дальше я тебе уже помогу делать заказы, чтобы ты получал какие-то новые заказы. Даниэль взялся за работу. Через какое-то время он принес дяде смету. Сумма была астрономическая, потому что Даниэль расстарался. Но дядя сказал, что его финансовые возможности не ограничены. И ему не жалко вкладывать в эту виллу все самое лучшее. И вот Даниэль нашел строительного подрядчика, он нашел бригаду. И он поехал на заказ дорогих материалов, которые должны были пойти на постройку этой виллы. Самые-самые золотые ручки, унитазы, мрамор и так далее. И вот в магазине смотрит на него продавец и говорит, ты действительно собираешься строить виллу из всех этих материалов, которые указаны в смете. Конечно, сказал Даниэль. И продавец говорит, у тебя у самого-то квартира есть? Нет, говорит Даниэль. У меня съемная квартира, я только начинаю строить, я только начинаю жить. Посмотрел, как на него продавец и говорит, хочешь я тебе дам хороший совет, чтобы ты что-то начал зарабатывать. Зачем тебе тратить такие дорогие материалы? Кто хозяин заказа? Даниэль не стал говорить, что это его родной дядя, он сказал, это пожилой человек, он вышел на пенсию, и он хочет спокойно, тихо провести свои годы. И тогда продавец материалов говорит, смотри, у тебя тут такие дорогущие материалы, все можно сделать, на треть цены можно сбавить эту цену. Даниэль говорит, ну так, а зачем мне сбавлять цену, когда заказчик платит по смете? И тогда хозяин материалов говорит, ты не обязан делать из этих материалов, которые ты представил. Ты можешь купить чуть более дешевые материалы, они тоже качественные, они тоже хорошие. Тем более, у тебя проверять будут твою смету? Нет, сказал Даниэль. Короче, он получил совет, строить из более дешевых материалов. И трубы не такие крепкие, которые не 30 лет продержатся, а 15 лет продержатся. Ничего страшного, сказал ему продавец. Он говорит, тебе надо как-то заработать. Ты будешь получать деньги как за очень дорогой материал, а строить из более дешевых. Все так делают. И вот Даниэль думал, думал и потихонечку, потихонечку начал закупать материалы не самые лучшие, которые он хотел, а чуть подешевле. Ну и что он подумал? Зачем дяде трубы, которые будут держаться 30 лет? Дядя пожилой человек, сколько ему осталось? 15 лет трубы продержатся. А сколько там, а кто, кому потом попадет эта вилла, кто потом будет менять? Это уже не его головная боль и не моя головная боль. Мое дело заработать на разнице материала. Сказано, сделано. Через год вилла была готова. Даниэль привез своего дядю посмотреть виллу. Дядя ходит по вилле, цокает языком, восхищается, трогает ручки, смотрит на отделку. Восхищается замечательным садом, бассейн. Ах, какая прелесть и какая красота. И дядя говорит, я на следующий день, завтра я жду тебя в своем кабинете. Я дам тебе последние деньги за этот проект. Увидимся завтра. Даниэль завтра, на завтра сидит в кабинете у своего дяди. Дядя берет ключи от виллы и кладет это на стол рядом с Даниэлем. Даниэль говорит, дядя, что-то еще нужно сделать, что-то доделать, ты хочешь что-то поменять. Дядя говорит, нет, вот тебе эти ключи, живи. Даниэль говорит, в смысле, ты хочешь, чтобы я пока пожил в этой вилле? Дядя говорит, нет, эту виллу я заказала, чтобы в ней жил ты. Ты мой единственный племянник, у меня детей нет. Ты как понимаешь, уже не будет. Я пожилой человек. Зачем мне вилла с пятью спальни? А у тебя будущее впереди. Ты должен жениться, завести детей. Живи в этой вилле. Это мой подарок тебе. Даниэль с ужасом вспомнил все материалы, на которых он продешевил. Удешевил. Только тут до него дошло. Он не знал, что он строит сам для себя. И через 10-15 лет, когда потекут трубы, он сам будет их менять и ломать стены, потому что он сам это себе построил. Когда мы идем по жизни и думаем, что мы делаем одолжение кому-то другому, что мы оказываем услугу кому-то другому, что мы делаем добро кому-то другому. Но это не так. Все, что в жизни с нами происходит, мы делаем сами для себя. В этой недельной главе Трума Всевышний обращается к нам, к народу Израиля, и говорит, «Постройте мне дом, и буду я жить среди вас, у вас, в вас». Это только кажется, что мы построили дом для Всевышнего. Мы строим переносной храм. Каждый пожертвовал что-то от себя. Золото, серебро, ткани. Кто-то пожертвовал своим временем, потому что нужно было ткани прясть нити, делать материалы, окрашивать, изготавливать. Это все шло от человека якобы к Богу. Но в слове Трума, который так называется недельная глава, подношение, приношение, есть еще один смысл. Вот эти две буковки «ре» и «ме» – «рам». Оно обозначает вознестись, вознесение, возвышение. Когда мы хотим сказать о Всевышнем, мы говорим о нем, что Всевышний – рам. Рам возвышенный. И поэтому, когда мы слышим слово Трума, что мы что-то даем от себя, мы в это же время сами себя возвышаем. Мы растем. Когда мы от себя даем, делаем кому-то добро, мы на самом деле в первую очередь делаем добро сами себе. Когда мы протягиваем руку помощи, мы тем самым делаем себя добрее. Когда мы протягиваем руку с монетой нищему, мы в это время делаем добрее и мягче свое сердце. Мы сами делаем это для себя. И поэтому помните, милые, дорогие, когда вас кто-то о чем-то просит, или вы хотите сделать кому-то доброе дело, знайте, что в первую очередь вы делаете это себе. Потому что любое добро, оно возвращается, все возвращается, добро и недобро, оно возвращается. Но когда мы идем по жизни и вокруг нас, если мы пройдем по пшеничному полю, то по правую и по левую сторону от нас останутся смятые колосья, останется маленькая борозда, которую мы оставили, пройдя по этому полю. Когда мы идем по нашей жизни, каждый день мы оставляем невидимые дорожки наших дел, добрые или недобрые, хорошие или нехорошие. И поэтому знайте, что нет ни одного действия в этом мире, которое бы не имело последствий. Даже камень, брошенный на поверхность воды, оставляет круги на воде. И поэтому каждое наше действие, каждое наше слово, даже каждая наша мысль оставляет в этом мире неизгладимый след. И поэтому делайте только добро, будьте возвышены. И строя дом для Бога, знайте, что строя дом для Всевышнего, вы на самом деле даете место Всевышнему в себе, в своем сердце, в своей душе. И будьте вы мне здоровы! С вами была ваша бабушка Соня.